О зловодневных проблемах региона говорили и в ходе приема Волгоградцев депутатом Госдумы Дмитрием Литвинцевым. Уборка дворовых территорий, ремонт дорог и оказание юридической помощи. Все обращения людей взяты на контроль. А по одной из жалоб парламентарию сразу после приема пришлось выехать на место, чтобы детально разобраться в ситуации. Слово Ольги Макаровой. В выходной день в приемной регионального отделения партии ЛДПР «Аншлаг» очереди к депутату Государственной Думы Дмитрию Литвинцеву стоят десятки людей и у каждого свои проблемы. Так студент физико-технического факультета Волгу Артем Новиков обратился с жалобой на завышенную сумму оплаты за охрану общежития. А какую сумму вы сейчас оплачиваете? 800 рублей платят те, кто на бюджетной основе и 3000 кто на оплату. А общежитие предоставляется непосредственно всем желающим? Всем желающим, да. В сумме 300 рублей мы это платим за семестр. И это при том, что стипендия у студентов составляет всего 1000 рублей. Такую ситуацию депутат Государственной Думы назвал недопустимой и пообещал, что в ближайшее время инициативная группа партии ЛДПР посетит университет, разберется в проблеме и попросит лиц ответственных за данное нарушение принять меры по его устранению. Второе обращение в приемную партии ЛДПР поступило от председателя общества инвалидов Ворошиловского района. Светлана Водянова пожаловалась на ненадлежащую работу управляющей компании. Чтобы разобраться в ситуации, депутату пришлось выехать по адресу. Мы сейчас находимся на Иркутской 5 и 3 рядышком. Здесь две свалки, две кучи мусора, которые давно бы пора убрать. Спиливаются деревья зеленые, а сушняк остается практически. Люди воюют за этот сушняк и он в то же время остается на местах. Даже люди сами спиливают, выходят с пилами, спиливают, чтобы не упало на них. Я им обещаю, я схожу к Литвинцеву, схожу в ЛДПР, они помогут, сделают. В этом дворе члены инициативной группы «За порядок» в городе партии ЛДПР частые гости. Благодаря их вмешательству уже удалось обязать управляющую компанию убрать несколько свалок, сделать частичную опилку деревьев, поменять старое асфальтовое покрытие и расширить дорогу. Однако жалобы у жильцов еще остались. На ремонт жилых домов и на организацию детских площадок. Сегодня и я, как депутат Государственной Думы, намерен достаточно серьезно отреагировать на те жалобы, которые поступили. Мы напишем и в администрацию города, и в правоохранительные органы с запросами обратимся, для того, чтобы в кратчайшие сроки вот эти нарушения, они были устранены. Двери приемных партий ЛДПР, подчеркнул Дмитрий Литвинцев, открыты для всех жителей региона. С графиком их приема можно ознакомиться на официальном сайте регионального отделения партии. Ольга Макаров, Андрей Истомин, телекомпания Ахтуба.